начинаем я двухдневные семинары или наши встречи теперь сопровождаю вот такими ну что ли тестовыми признаками которые позволяют вам понять и почувствовать идет ли у вас внутренняя работа есть ли какие-то результаты обычно вы какие-то отдельные переживания за результаты принимаете мне бы хотелось чтобы вы свое общее состояние состояние в целом оценили как результат работы той силы которые вы открыть ваше состояние понятно наверно вы поддельным признаком пытаетесь что-то определить а в целом то работа идет интегральная все части вашего существа подрастают трансформируется вот об этом бы я сейчас в качестве разминки хотел немного поговорить я думаю что вы это уже слышали но забыли видимо по моему в третьей книге в новой книге которая еще не вышла я по поводу этих тестов там кое-что наговорил там есть вот но их не лишний повторять и я для себя так тоже как будто снова с ними только встретился значит первый момент или первые диагностические признаки признак вашей состоятельности духовной работе какой быть продвинутости это вы никогда никуда не торопитесь и не спешите никогда ни в какой ситуации у вас нет спешки ясно или нет если это вас укоренилась прочно то результаты феноменальные на мой взгляд эмоциональная сфера спокойно потому что эмоциональная сфера это очень такой барьер достаточно серьезной для того чтобы работа шла нормально той силы которой вы открыты эмоциональная сфера должна находиться в состоянии покоя когда вы торопитесь это признак того что эмоциональные сферы у вас не в порядке понятно никогда никуда не торопитесь особенно в дух ловной работе тоже никуда не торопитесь не торопитесь там успеть на какой-то поезд последний следующий будет обязательно понятно и вот если это ваш теперь естественное состояние то у вас ну сильной степени же все в порядке ну примеряйте на себя это то с кем вы были до того когда начинали работу и как в результате вот эмоциональная сфера у вас на сегодня функционирует спокойно она или нет второй момент все живое на этом свете вами любимые вы сострадаете страдающим животным растением то есть вам именно это близко потому что единство всего сущего как раз в единстве со всем живым что растет цветет нам ползает бегает это отнюдь не исключает 1 это дополняет 1 вот я вчера вам говорил как священник ответил девушки по поводу таскать любви к животным что вам ваш облезлый кот дороже господа бога облезлый кот дороже господа бог дурак от священник в общем потому что он не знает что такое господь бог не знаешь такое любовь то что в каждой ползучий бегающие летающие твари присутствует тоже самый бог то самое живое начало а если вы не любите не сострадаете животному миру то вы любите только себя и все это ваш эгоизм не более того понятно или нет хороший признак нормальный как вы не расстраивайтесь если ваш сейчас нет этой любви потому что ее придумать нельзя ее культивировать нельзя это результат работы внутренней ясно а то вы сейчас будете ужасаться ой как мне полюбить там облезлого кота не надо ясно это совершенно не нужно делать вот эта информация постепенно постепенно вас приводит к единению со всем сущим начинаете понимать что часть вот этого творения неотъемлемая часть и нисколько не выше не ниже это важный момент следующий такой серьезный диагностический признак я не говорю по значимости по силе там никакой аранжировки нет просто я их отдельно называю это когда у вас всегда присутствует внутренний улыбка такая благодатная улыбка не саркастическая не злая глядя на этот мир вы начинаете улыбаться нормально видеть весь этот спектакль вот видеть всю нереальность происходящего где бы это ни было потому что это смешно вот вчера я впервые за полтора месяца посмотрел новостную передачу я отдыхал от этих всяких передач вот и опять показывает украину показывает этого президента который ну было ясно что он каждый день пьет теперь понятно что он пьет и в течение рабочего дня но потому что говорить такие несусветные глупости что он пойдет на москву с утра а вечером говорит нет мы стену выстроим вот вдоль границы но наверно может только сумасшедший либо алкоголик ну в состоянии такой депрессия потом подъема после похмелья это уже признаны все понятно да нам кровавый пастор у них председатель совета безопасности турчинов баптист ну это без юмора смотреть вот на эту комарилью на этого иглу на эти иглы что такое иглы механический человек у них премьер-министр яценюк это механическое существо которое целиком в компьютере с получими пальцами вот когда глядишь этот спектакль который вот тут разворачивать хотя бы вот этот пример к свой какой ужас на это вообще цирк это смех это фантасмагория какая-то так что если вы научите улыбаться глядя на все творящиеся в этом мире у вас достижение могучие внутренние потому что весь этот спектакль затеянные ну господом богом под названием житель найди себя в боге он комичен и когда вы понимаете что это комедия и когда вы действительно становится зрителем вот всего этого вам становится удивительно легко жить на этом свете потому что без улыбки внутренней такой доброй улыбки вообще в этом мире выжить невозможно если без замечательный как сказал что его робин да он сказал что если бы бог не создал мир таким смешным то можно было повесить со скуки там я не знаю действительно смешной смешно или нет местами или вообще но поначалу местами а потом ты видишь что все это абсолютно одинаково та самая глупая европа которая подначена американцами в солидарность солиданности было что надо громить сирию и ливию ирак а теперь хлынули толпы беженцев от которых защититься невозможно это как варвары время когда варвары наступали упадок римской империи там варвары наступали на европу их начали брали чтобы они работали там в армии за деньги воевали а потом варвар это все и прибрали к своим рукам поэтому это глупая европа своими глупыми ты не обижаешься нет ты должна улыбаться на эту тему своими глупыми президентами там союзами она но не невольно станет по численности населения расти за счет мусульманского населения и никуда не деться этой старой европе никуда попалась европа вообще все очень интересно очень интересно на твой век хватит не беспокоиться улыбайся улыбай вот так вот а вы говорите поэтому смотрите на этот мир и оцениваете вот все интегральное и поймете что театр это огромный огромный театр это жизнь такой вы становитесь зрителем то это уже результат работа на пути сознательной духовной эволюции четвертый момент у нас нет никаких вопросов то есть когда-то были какие-то вопросы то с какого-то момента их нет тут просто нет никаких вопросов вообще замечательное что нет никаких вопросов потому что вы видите или находите все ответы или ответы на все вопросы в себе вам некого спрашивать и незачем спрашивать то есть вы несете в себе ответ на все вопросы о смысле существования и о каких там деталях вот нашей с вами жизни вы находите ответ в себе то есть вас открыт тот самый орган который отвечает на все вопросы это великая вещь до жить не задавая уже вопросов ни на какую тему пятый момент мне часто повторяю потому что вы имеете добавить вам нечего вот то что у вас есть спасет вполне удовлетворяет что-то придет ну пришло что-то отнимется ну отнимется понятно то есть вполне спокойное нормальное отношение к тому что приходит и что уходит потому что это не ваша воля вы можете хотеть мочь пытаться все грести под себя но в один момент вы можете оказаться разбитого корыто да как в той самой русской сказки поэтому будьте готовы ко всему к тому что есть у вас вам добавить нечего это состояние вполне нормальная и шестой момент вот вы не можете оценить себя вы не знаете себе цену это только себя цену знает я такой я сякой а вы с определенным момент не понимаете хотя может быть вы достигли каких-то и духовных высот там того что раньше вам казалось недостижимым а когда вы достигаете вот того самого то вы не понимаете что в этого достиг не знаете кто вы не можете дать себе оценку качество своего сознания и прочее вот те признаки которых я говорил они как раз и говорят что ваше сознание качественно изменилось изменилось серьезно но вы себя все равно оценить не можете себя лично понятно ты человек который достиг ну какие-то высоту на духовной стезе он цену себе не знает когда сторонние наблюдатель москвы так он же велик он там духоведец там еще кто-то это человек не понимает этого счастью потому что я бы только может знать себе цену когда его уходит то многие моменты многие вещи которые раньше ну были как бы неоспоримо вами приняты за какую-то основу они просто перестают существовать и все вот такие шесть моментов по которым вы себя периодически раз в полгода или в год не каждый день тестируйте каждый день бесполезно понятно ну ладно но теперь продолжим с того момента который мы вчера остановились да и тело было почти пористом прозрачным пористом без сопротивления как если бы все проходило через него у меня были часы самые чудесные часы я думаю такие только можно иметь на земле и действительно она вот после того давление мы вчера как раз говорили которая она испытала как бы в атмосфере вибрации супер ментальной силы когда казалось что тело сдавливается этой силой помните события какие были вот советских войска к словакии испытания первой атомной бомбы в августе двадцать четвертого франции вот эта атмосфера сгущалась она испытывала вот давление вот той самой атмосферы демонического что ли характера потому что тело и и было очень чувствительным инструментом к изменению вот этих энергетических процессов атмосфере тут она почувствовала после всех этих событий удивительно спокойное нормальное состояние она ощутил абсолютной пористость или прозрачность физического тела как будто энергия беспрепятственно протекала через него и не более того и вот она впервые в полной мере это ощутив говорит это самое чудесное состояние которое когда-либо испытывал чем это состояние не разовая с этого момента она постоянно с этого времени ты постоянно в этом состоянии находишься и чтобы его ну почувствовать в полной мере ну маленькую паузу просто не говори не двигаясь вот она постоянно ничего не надо делать специально чтобы это состояние каким-то образом инициировать это просто нормальное состояние энергия всего каким-то образом входит ты уже не знаешь как она входит и куда она входит вот это факт ты только ощущаешь как она выходит если раньше вы ощущали вход энергии макушку головы там как то она куда-то перераспределяется то теперь нет никаких ощущений входа энергии она просто как-то генерируется что ли в тебе трансформируется не понимаешь как это происходит но это происходит так как факт очень интересное состояние вот и она постоянно это уже навсегда назад никаких уже путей нет в прежнее ощущение состояние сознания тела и качество его деятельности зависит от индивида или индивидов с которыми она находится местоположение в поле сознания тела как и качество его деятельности меняются варьируются следуя присутствию людей в полной гамме от самого материального до самого духовного проходя через все типы индивидуальной деятельности о чем она говорит здесь новое сознание супраментальной который никак не связано с рассудком имеет чудесное свойство она спонтанно или автоматически как хотите на вибрационном уровне настраивается на сознание каждого индивида или группа людей с которым приходится общаться то есть подстраивается на сознание человека конкретного или группа людей ну с которой ты общаешься это идет такая автоматическая подстройка вот и позволяет это обладатель этого сознания безболезненно и смог минимальной эффективностью общаться совершенно разными людьми вы иногда говорить о этот человек он тяжелый этот вампир там такое сякой 5 до вот новое сознание автоматически подстраивается подсознание любого человека абсолютно защищена ты защищен от воздействия каких-либо ну негативных что момент поэтому нет тяжелых людей нет плохих людей нет трудных людей есть автоматической подстройка сознание которое позволяет это общение осуществлять безболезненно для индивиду ну для вас понятно это очень важная вещь очень тонкая вещь поэтому любой человек он вами принимается как факт как данность без каких-либо реакций эмоциональных там негативных ясно да это чудесные свойства этого нового сознания широкий вибрационный диапазон подстройки автоматически позволяет с разными группами людей говорить ну если имеет смысл говорить наверно потому что бывает не имеет смысла говорить с группой людей с каким-то человеком когда это бесполезно абсолютно другой вопрос я заметила что клетки тела везде все время все время повторяли ом нам абхагават и ом нам абхагават и постоянно все время и он нам абхагават это мантра повторялось естественно автоматически в некоем плавающим мирном покое ну надо сказать мы говорили вибрацию нам абхагават и мантры который использовала мать она ее использовала если вы помните вынуждена потому что долгое время занимаясь восходящими медитациями она с большим трудом сумела настроить клетки тела на прием силы которая работает нисходящим порядка той сил которым мы должны открыться ее все время вытягивала кверху для того чтобы заземлить в теле ну простите такое выражение может грубое вот эту энергетику нисходящая она повторяла эту мантру для того чтобы клетки тела воспринимали этот нисходящий поток и она повторял это несколько лет мне это было до тех пор пока стойки нисходящий поток не установился в теле и вот она говорит не я уже повторяю эту мантру она уже ее не повторяет а вроде бы все клетки тела поют эту мантру нам бхагават но к нам это отношение имеет я думаю что мы обходимся и обойдемся без этого но некоторые люди которые изначально практиковали восходящие медитации и не могли восстановить нисходящий поток по по ему совету использовали эту мантру ну худо-бедно каким-то образом в течение там не года там двух может быть или трех у них все-таки нисходящий поток возобладал то есть те деформации которые неправильной работы с энергетикой телесной вызваны были в предшествующий период их можно исправить но они требуют эти исправления времени и труда терпения вот напомнить и вот эту мантру она по сути использовал именно с этой целью чтобы изменить направление поток чтобы клетки уже притягивали эту энергию чтобы она угнездилась на клеточном уровне форме вибрации иногда возникает впечатление что по сути разум является наиболее грандиозной иллюзии в мире именно он вуалирует настоящий мир это говорится прямо мать говорит в ответ согласно тому что я вижу сейчас мне кажется что разум был инструментом необходимым для перехода от несознания к сознанию то есть он был необходим для того чтобы сделать эту материю способны воспринимать сознание но он будет либо медленно трансформироваться либо будет полностью устранен в процессе эволюционной трансформации ну разум или рассудок как переходная форма человеческого сознания от неведения к полузнанию и истинному знанию ведь разум это не знание есть не то полузнание как некая переходная форма к истинному знанию было неведение полной нос обретением разум человеческое существо уже имела некое знание полузнание который худо-бедно позволяла ему как-то в этом мире состояться жить и выжить вот и действительно разум был необходим как инструмент нашей истинной сущности процессе божественной эволюции в ходе высвобождения индивидуального сознания из материального плена материального эгоистического плена исполнив свою роль который приходит конец при окончательной супер ментальной реализации когда новое супер ментальное сознание возобладает разум уже как инструмент для использования какого смысла не имеет он молчит по сути это ржавый старый механизм который заменяется совершенно новой формой взаимодействия с реальностью при сверхсознательной психической деятельности вот когда супра ментальная реализация состоялась разум он просто уже не нужен и не случайно работу на пути сознательной духовной эволюции мы с вами начинаем с молчание ума это наиболее эффективный способ открыть ту самую силу которая все отыскать это трансформирующий процесс обеспечивает а мы только являемся наблюдателями того что с нами происходит так вот молчание ума по заверению великих христианских праведников ну люди авторитетные но и над серафим царовский поисий святогорец да исаак сирин вот это и есть наивысшая молитва молчащий ум это стопроцентно молитвенный ум ум который воспринимает божественную реальность или истину в полном масштабе поэтому начинать надо наверное с этой наиважнейшие вещи они с телесных всяких проблем там бороться в отдельности каждым еще своим недостатком это достаточно глупая пустая работа на которой можно не одну жизнь потратить с молчание ума начинается контакт продуктивный с нисходящей силой которая и наводят порядок во всех частях нашего существа в том числе и физическом теле сат прям создается впечатление что разум это не только вуаль на знание но и вуаль на сам окружающий мир что мы не видим мир каким он есть на самом деле за того что смотрим на него глазами ментального существа потрясающе так сказать точно сказано ведь видение окружающего мира сквозь призму разума нашего разума безусловно ограниченного безусловно фрагментарного и каждый человек имеет свои пристрастные там вещи в уме до симпатии антипатии и вот через все это мы глядим на окружающий мир и соответственно он пристает перед нами очень очень искаженным абсолютно неистинным деформированным сколько людей столько мыслей и мнений по поводу того чего видят до слышат осязают обоняют это очень опасная штука наш разум наш рассудок разум не может иметь целостного или интегрального видения мира он обрабатывает только отдельный фрагмент кусочки потом из этих фрагментов разум пытается ну какое-то целостное представление иметь но это абсолютно невозможно то есть мир воспринимается каком-то мозаичном варианте нет никакой целостности и отсюда проистекают все нелепости нашей жизни как в индивидуальном так и в общечеловеческом масштабе и политики и все великие люди которые не перешли границы ума и не вышли на тот самый должное уровень интегрального видения они совершают неизбежно ошибки в силу фрагментарности частичности видения этого мира эти ошибки закономер и нечем удивляться тут удивляться просто нечем а для человека который ну как превзошел эту стадию рассудка и уже имеет интегральное видение все эти нелепости все эти ляпа все эти глупости видны приходишь только улыбаться потому что ну вариант подсказки никакой не действует человек будет стоять всегда на своем потому что он так видит мир и все равно что дальтонюка объяснять что такое красный цвет что такой синий цвет но как бы ему объяснить ничего ну никак понятно да это невозможно а если к тому что мы видим мир искаженным добавляются еще эмоции туда да все плюс кому к искаженном виде эмоции но тогда полный конец вот окружающий мир превращается тогда в огромную психиатрическую клинику и все и вот мы сегодня имеем наблюдение видеть очень поставить диагноз вот потому что происходит земном человечестве а врачи и пациенты сегодня абсолютно неотличимы я имею ввиду психиатров там психотерапевтов вот вот такой мир сегодня поэтому сразу только улыбаться потому что другого выхода нет больше действительно масштабе общечеловеческим просто смешно как серьезные вроде бы люди говорят такие очевидные глупости вы замечали но очевидные глупости вам уже более менее как бы ну почувствовавшими вкус новой жизни какие-то таскать отдельные моменты кажется очевидными тут такой умник там академик и они знали ли там президент какого-то фонда вот он говорит очевидную глупости не может себе диагноз поставить ну конечно себе диагноз поставить нельзя на вот в этой самой клинике а мы с вами себя диагноз ставим да и нам все поставили диагноз определенные то мы уже можем потихоньку потихоньку но себя лечить что-то врачевать освобождаться от многих глупостей а все диагноз не поставят никто тенька не вылечит правильно вот и разумный человек как люди себя называют до в дарвиновской эволюционной таблице разумный человек отнюдь далеко не разумные все-таки это очевидно по результатам его деятельности себя-то называть он может разумным но мы смотрим последствия потому что происходит над всем материальным творением есть сплетение сплетение которое можно было бы назвать катастрофическим сплетение дунных воль то есть это некая сеть до сеть пораженчество пораженчество катастрофы где не удается сделать то что хочет и где есть всевозможные дурные воли это как сеть и тело учат как выбраться из этой сети это причина болезней причина несчастных случаев это причина всего разрушительного что происходит в этом мире действительно плотно материальном мире физическом мире в котором мы с вами живем мире существующем исключительно во времени мы же во времени живем да все рано или поздно подвергается распаду материальный мир он неизбежно находится в стадии деструкции и все эти дунные воли деструктивные силы они постепенно разрушают но все время подвергаются воздействию этих сил физических сил там психических ведет к разрушению я остановил если во времени в длительном это хорошо видно то сиюминутно мы не понимаем что все в общем то постепенно постепенно движется но тому самому концу когда все должно рухнуть то что подтачивается основе нормальной жизни это до бесконечности происходить не может вот и вот эти всевозможные дурные воли в деструктивные вещи деструктивные вещи вызывает и болезни вызывает несчастные случаи которые есть как мать сказала катастрофическая пораженческая сеть которая накрывает все материальное творение потому что оно подлежит распаду и распад происходит под действием этих дунных воли деструктивных сил постоянно они действуют